Всем привет! Здравствуйте! Сегодня мы решили ответить на один из таких вопросов, мега вопросов, касательно арбалетов. Какой арбалет выбрать? Блочный либо рекурсивный? Ну, покажем. Блочный, это где плечи с блоками, а рекурсивные, соответственно, обычные планки и натянута одна тетила. Почему мы считаем этот вопрос сложным? А все потому, что трудно провести аналогию, как берутся арбалеты разных фирм. Если мы возьмем рекурсивный арбалет одной фирмы, а блочный арбалет другой фирмы, то однозначный вопрос мы не получим, какой из них выбрать, потому что они отличаются очень многим. Ну, все же здесь, я думаю, это зависит от самого человека, кому что больше нравится. Многие думают, что блочный арбалет сложно обслуживать, рекурсивно неприхотливый и можно использовать его абсолютно везде. Ну, спорное мнение, однако же оно существует. В данном случае, что мы имеем? Мы имеем арбалет фирмы TenPoint. Мы взяли его, ну, это топовый арбалет. Мы взяли специально его для того, чтобы не было вопросов, что взяли не тот арбалет. На этот арбалет выпускаются два типа плеч. Это блочные и рекурсивные. Оба типа плеч подходят для этого арбалета. Мы сейчас делаем замеры, отстреляем на точность, на скорость и посмотрим. Да, я думаю, этим тестом мы закроем вопрос в выборе арбалета. Блочный или рекурсивный? Поехали! Поехали! Сначала замерим вес наших подопытных. Блочный арбалет весит 3 килограмма 700 граммов. Рекурсивный арбалет немного полегче. 3 килограмма 600 граммов. После веса мы приступим к измерению скорости. Для этого сначала мы замеряем длину разгона стрелы, как основной показатель скорости арбалетов. 34 см. Скорость блочного арбалета составила 320 футов в секунду. 40 с половиной сантиметров. Несмотря на существенно большую длину разгона стрелы, скорость арбалета с рекурсивными плечами составила 289 футов в секунду, что существенно меньше, чем выстрелил блочный арбалет. Работа блочного арбалета, конечно, она чувствуется. Вся мягкость распределения нагрузок, распределения на спусковой крючок. То есть он становится мягким, прогнозируемым, как на хороших охотничьих винтовках. Несмотря на внушительную скорость арбалета, выстрел достаточно тихий. Ну что, вполне достойно. Да, блочники себя хорошо показывают на такие дистанции. Да, для стрельбы с рук на 30 метров это... Достойно, я считаю. А давай сейчас ты подвытащишь чуть-чуть стрелу, и мы по краям пробоим, замеряем вот эту кучность. Давай. Да, вот крайние стрелы. Ну это не крайняя стрела, вот эту вытащи. Вот это да. Стоп. Вот теперь померяй. Вот от этой суда и от этой суда. Да, ну вот это самый дальний, да? Да. Ага. И вот здесь надо менять на мишени. Вот. Мишень 5, 7, здесь 6,5. Вот так получается 3,5 мм. Вот так меньше. 7,6 мм. Ну давай возьмем за 7. 7 сантиметров. Ну достойно. Давай. Перейдем к следующему испытанию. Значит. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 На деревянном прикладе очень чувствуется такая тряска в щеку. Можно сказать, так по зубам дает. Но это, наверное, болезнь всех рекордсивных арпалетов. Так, ну тут явно и проигрыш. Да, ну давай замерим. Так, от центра получится 13,5. То есть, грубо говоря, в два раза хуже. Но смотри, я могу это объяснить так. Я сразу заметил то, что как мы плечи переставили, изменился баланс. То есть на рекурсивных плечах баланс уравнялся и стало легче целиться. Но легче целиться не значит, что будешь лучше попадать. Я, кстати, вот заметил, что тут такая вытянутая линия попадания. То есть это ощущение, что вот тебе отдача мешала что-то. Это вот именно болезни рекурсивников. Они вроде не тяжелые, не клюют вперед. Но у них есть вот этот вот баланс. И плюс сильная отдача и лишняя энергия при выстреле. То есть ей надо управиться. И в последний момент надо стрелу попасть точно, удержать арбалет. А здесь получается, что это борьба с арбалетом. И получается вот такой вот разброс. Хотя кажется, что он легче и целиться удобнее. И причем у нас на арбалете стоит деревянное ложе. Оно тяжелое и гасит отдачу гораздо лучше, чем пластиковое. На пластике было бы еще хуже гораздо. Но ты знаешь, большинство арбалетов рекурсивных, они все пластиковые. Да, да. Ну, взять, если стрелял с рекурсивных арбалетов. Ну, конечно, стрелял. Ну, сразу чувствуется, как в щеку отдача идет. Ну, есть такое, вибрация остаточная. Да. Ну, как говорится, налицо. Да, результат налицо. Это довольно частый случай на охоте с подходом, когда вам приходится уже животное выцеливать, и оружие у вас навскидки. То есть пробираться даже через вот такие вот деревья с рекурсивным арбалетом достаточно сложно. Когда вы приложились, вам и деревья сложно обойти, и так, и так. 89 сантиметров. И не дай бог вам в этот момент, даже если вы немного отошли от дерева, выстрелиться за арбалетом, плечи обязательно ударятся об дерево и повредится арбалет, и можете пострадать сами вы. Как видите, габариты блочного арбалета почти в два раза меньше, чем у рекурсивного. 57 сантиметров. И с ним можно пройти в тех местах, где с рекурсивным арбалетом вы просто не пройдете. Нет, конечно, это не отменяет внимание. И обязательно перед выстрелом надо удостовериться, нет ли где веточек или, не дай бог, дерева вот такого класса перед плечами. Потому что если вы выстрелите, отдача, как сказал Андрей, больно ударит. А прицел может приехать прямо в глаз. В этом случае, конечно, на охоте арбалет блочный неоспоримо имеет преимущество перед рекурсивным. Ну, собственно говоря, наш тест подошел к концу. Для себя мы ответили на вопрос однозначно. Да. Несмотря на то, что еще существует масса поклонников рекурсивных арбалетов, но следует признать. Они морально уже устареют. Да, блочный арбалет и тише, и быстрее, и точнее. Вот, кстати, несмотря на то, что у нашего блочного арбалета не было глушилок на плечах, он стрелял гораздо тише. А у рекурсивного глушилки под тетевой есть одна отлетела в процессе эксплуатации. Вот он, мороз, красный нос. Ну и немножко о технологиях. Конечно, разброс осуществлен не только из-за того, что сказал Андрей. На мой взгляд, еще вот то, что здесь четыре плеча, вот четыре плеча, и они изгибаются на меньший угол у блочного арбалета, чем у рекурсивного, плюс блочная система. Мне кажется, что выстрел у нас был однозначен по скорости. Плюс-минус там, два фута в секунду. Ты имеешь в виду блочная и рекурсивная? Да, что повторяемость выстрела у блочного арбалета, ну, в несколько раз выше, чем у рекурсивного. Выше, конечно. Да, и мы еще, кстати, не держали их на морозе. Взведенные. Да, скажем, если арбалет четыре часа взведенный был на морозе, и мы из него выстрелили, но мы несколько раз делали эти опыты, блочные арбалеты практически с той же скорости стреляют. Изменения не показывают. Да, ну и напряжение на плечах там другое. Здесь и на плечах получается, что у нас, и сильнее угол изгиба, и напряжение гораздо выше. Здесь основное напряжение идет на тетиву. В блочной системе при взведении все усилие, вся энергия переходит на тросы. На тросы, да. Ну, вывод очевиден. Я думаю, что нам надо распрощаться с рекурсивными арбалетами, но на наш взгляд, я думаю, Андрей, я выражу и твою мысль, вместо этим арбалетом на ковре, на ковре где-нибудь в музее или дома. С вами были Андрей Токарев и Алексей Костиков. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok